Привет, друзья! Меня зовут Алексей Иншаков. Сегодня мы с вами поговорим о гитаре в музыке кантри. Кантри — это традиционная американская музыка, возникшая в двадцатые годы прошлого века в южных штатах Америки, в Теннесси, Кентукки и Северной Каролина. Изначально музыка эта деревенская, но позднее с возникновением радио она распространилась на всю страну и в течение очень долгого времени оставалась номер один в чартах. На протяжении всего двадцатого века этот стиль подвергался стольким изменениям, возникло такое огромное количество подстилей, что даже на перечисления их можно потратить немало времени. Об этом снят отличный фильм Lost Highway The History of Country Music. Очень рекомендую посмотреть, только не путайте с одноименным фильмом ужасов. Я же сегодня расскажу о характерных для кантри гитарных приёмах и их развитии в течение времени. Первыми звёздами кантри были Джон Карсон, Джимми Роджерс и The Carter Family, семья Картер. И примечательно, что в Картер Фэмили на гитаре играла Мэйбелл Картер, девушка, и ей было суждено стать одним из первых новаторов кантри. Аккомпанемент для большинства песен звучал примерно так... К этому могли добавляться басовые ходы и какие-либо ещё украшения вроде этих... Но Мэйбелл подумала, почему бы ей не соединить одновременно мелодию и аккорды. В то время как указательный палец играет аккорды, большой палец может вместо басовых нот играть мелодическую линию. И эта техника стала очень популярной. Она получила название Картер Пикинг и отлично демонстрируется в песне из их репертуара Wildwood Flower. Она звучала таким образом... Значительной вехой в развитии гитары было появление блюграсса, ответвление кантри. Становление этого стиля связано с именем певца и моделлиниста Билла Монро и его группы The Bluegrass Boys, отсюда и название стиля. А на гитаре в этой группе играл Лестер Флетт. Также среди гитариста блюграсса можно выделить Доку Ватсона, Кларенсу Уайта, Тони Райса и Нормана Блэка. В блюграссе доминируют струнные инструменты скрипка, банджо, мандолина, гитара, слайд-гитара добра, не используются электроинструменты. Этим он похож на раннее кантри, которое сейчас называют Old Time. Но в отличие от Old Time в блюграссе заметно была сильнее развита инструментальная составляющая. Форму блюграсс позаимствовал у джаза. Сначала игралась тема, и затем каждый из музыкантов играл свою импровизацию. Вот одна из очень популярных мелодий, которую можно услышать в репертуаре практически любой блюграсс-группы. Называется Whiskey Before Breakfast. Такая манера игры получила название Flat Picking, то есть игра плоским медиатором, в противоположность игре пальцами. Также существует термин Cross Picking, то есть игра поочерёдно медиатором по различным струнам на манер банджо. В примерно таком духе. И раз уж мы заговорили о пикинге, время вспомнить Finger Picking, технику игры пальцами, в которой большой палец ведёт аккомпанемент, остальные пальцы играют мелодию. Первым выдающимся гитаристом этого стиля был Мерл Трэвис. Кстати, поэтому иногда эту технику называют Travis Picking. Его идея была простой. Почему бы не взять аккомпанемент... И несколько изменить его. Не играть его по всем струнам, а играть только одним большим пальцем и только по басовым струнам. Получилось так. За счёт этого освободились верхние струны и остальные пальцы, которыми он мог играть мелодию. Это отлично демонстрируется в его композиции Guitar Rec. В дальнейшем эта техника получила ещё больше развития благодаря Джерри Риду и Чету Эткинсу. Чету Эткинс был, кроме гитариста, ещё и продюсером, создателем нэшиллдского саунда и также новатором в очень многих гитарных техниках. Например, он широко стал использовать сужалеты при своей игре. И ещё одна очень классная штука, которую он часто играл, это каскадные гаммы. Когда вы играете обычную гамму, то нота идёт одна за другой. В каскадных гаммах ноты за счёт использования открытых струн, наслаживаются друг на друга, и по возможности, когда появляется новая нота старая, продолжает звучать что-то вроде этого. Очень красивый такой объём создаётся за счёт этого. И следующая глава нашей истории связана с электрогитарой. Поначалу многие музыканты нэшилла использовали гитары вроде Gibson или Gritch, но в 50-х годах с появлением силикастера многие переключились на него, и Лео Фендер, изобретатель этой гитары, даже получил премию за вклад в развитие кантри, чтобы это очень редко обычно эта премия даётся музыкантам. Из первых электрогитаристов в кантри-музыке я бы выделил Джеймса Бёртона и Джимми Брайанта. Также с электрогитарой связано появление новых подстилей, таких как кантри-рок, рок-обили, а последующие гитаристы вроде Дэнни Гаттона, Альберта Алии, Винса Гилла, Брайана Сетсера подняли электрогитару на ещё большие вершины. Они обогатили лексикон гитаристов норрисом приёмов, например, такие как двойные бенды и бенды за порожком, имитирующие звучание слайдовой педал-стил гитары, скоростные пассажи, сразу в стиле chicken picking. Сейчас я постараюсь всё это использовать в следующем соло. Редактор субтитров А.Сёмкин Ну что ж, надеюсь, я дал вам представление о кантри-гитаре. Нам очень важна ваша обратная связь. Пишите в комментариях вопросы, какие конкретно приемы вам интересны, и мы обязательно снимем более подробные уроки в дальнейшем. Пока! Джентльмены, вы готовы? Нет, я ещё не готов. Я готов! Никаких вот этих? А мы вот готовы. Мы готовы, Лёша. Попыток тебе не даётся. Это супер игра. Буква. Сектор приз на барабане. Буква. Зе. Запись. Зе. Зе. Зе.